Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в новичерии Рождества Христова за литургией святителя Василия Великого для нашего назидания Святая Церковь предлагает отрывок из Евангелия от Луки. Это первые 20 стихов второй главы. Послушаем его в прочтении Иродьякона отца Александра. Водне хонях и зыде повеление от Кесаря Августа Написать и всю вселенную, Сие написание первое, быть владящую Сирию Кирению, И идя хуфси, написать и ся кожного свой град, Взыде же и Иосиф от Галилеи из града Назарета, Во Иудею лаград Давидов, и же нарицается Вифлеем, За небыти ему от дому и отечества Давидова, Написать и ся с Марией обрученную ему женою сущую непраздную, Бысь же, егда, быша там, и исполнишися дни родите ей, И роди сына своего первенца, и повид его, и положи его в яслих, За ней не бей место в обители, И пастырей беху в той же стране бдящий, И стригучий стражу ночную остаде своим, И се, ангел Господень, став в них, И слава Господня осия их, И убоявшись со страхом велием, И речеем, ангел, не бойтесь, Себо, благовествуй вам радость велию, Я же будет всем людям, Яко родися вам дней спас, И же есть Христос Господь в ограде Давидове, И севам знамение, Обрящите младенца повита, Лежащие в яслих, И внезапо быть со ангелом множествовой небесных, Хвалящих Бога и глаголющих, Слава Вышних Богу и на земле мир, Во человеке благоволение, И бысть, якот и душа от них на небо ангели, И человече, и пастыре, реша друг ко другу, Приедем до Вифлеема, И видим глагол сей бывший, Его же Господь сказа нам, И приидоша поспешшеся, И обритоша мрям же и Иосифа, И младенца, лежащего яслих, Видевше же сказаше о глаголе, Глаголом им о отрачатисем, И всеслышавше и дивишася О глаголонных от пастырей к ним, Мрям же соблюдаше вся глаголы сия, Слагающе в сердце своем, И возвратишеся пастыре, Славяще и хваляще Бога всех, Я же слышаше и видиша, Яко же глаголон обыскним, Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление Сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к верине Сирию, И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, Из города Назарета, в Иудею, В город Давидов, называемый Вифлеем, Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученную ему женою, Которая была беременна. Когда же они были там, Наступило время родить ей, И родила сына своего первенца, И спеленала его, И положила его в ясли, Потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, Которые содержали ночную стражу у стада своего. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом Многочисленное воинство небесное, Славящее Бога и взывающее. Слава Вышнему Богу, И на земле мир, В человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, Пастухи сказали друг другу, Пойдем в Вифлеем, И посмотрим, что там случилось, О чем возвестил нам Господь. И поспешив, Пришли и нашли Марию и Иосифа, И младенца, Лежащего в яслях. Увидев же, Рассказали о том, Что было возвещено им о младенце, И все слышавшие дивились тому, Что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, Слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, Славя и хваля Бога За все то, что слышали и видели, Как им сказано было. Строки сегодняшнего евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Подробно повествуют Об обстоятельствах и времени Рождества Христова. Евангелист Лука сообщает о Рождестве Христовом В контексте переписи всех жителей Римской империи, Проведенной по повелению Кесаря Августа, То есть римского императора Октавиана, Который получил от римского сената Титул Августа, священного. Указ о переписи был издан Августом Еще до Рождества Христова, Но из-за начавшихся народных волнений И смерти Ирода Перепись была приостановлена И окончена лишь через 10 лет Уже во времена правления Кверини. Римская политика всегда учитывала Особенности обычаев побежденных народов. Иудейские же обычаи требовали, Чтобы запись велась по коленам, Родам и племенам, Для чего каждому потребовалось Явиться на перепись в тот город, Где некогда жил и глава его рода. А так как Иосиф был из рода царя Давида, Он и должен был отправиться в Вифлеем, В город, где родился Давид. Вифлеем находился в 130 километрах от Назарета. Город был переполнен. Иосиф и Мария не нашли комнаты, А потому вынуждены были поселиться в Хлеву. Здесь-то и родился Божественный Мессия, Положенный вместо детской колыбели в ясли, Приняв тем самым от самого своего рождения Крест унижений и страданий Для искупления человечества И самым своим рождением Давая нам урок смирения Этой высочайшей добродетели, Которой он потом постоянно учил своих последователей. Пастухам, которые ночевали в поле, Явился ангел Господень, Осиянной божественной славой И сказал, Я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Архиепископ Аверки Таушев замечает, Здесь важно отметить слова ангела о том, Что эта великая радость будет всем людям, То есть, что Мессия пришел не для одних евреев, Но для всего человеческого рода. И как бы в подтверждении истинности слов ангела Явилось многочисленное воинство небесное, Целый сон ангелов, Воспевавших дивную хвалу Новорожденному Богом-младенцу Мессии, Слава Вышних Богу, И на земле мир, В человеках благоволение. Ангелы славят Бога, Пославшего в мир Спасителя. Они воспевают мир, Который водворяется в душах людей, Уверовавших в Спасителя. Они радуются за людей, Которым возвращено Божие благоволение. Смысл словословия ангелов состоит в том, Что достойно славят Бога небесные духи, Ибо на земле водворяется мир и спасение, Так как люди сподобились Особенного Божьего благоволения. Как весь мир в течение тысячелетий Готовился к этому величайшему событию, Когда Бог воплотился на земле И вошел в человеческую историю, Так, дорогие братья и сестры, И мы должны подготовиться, Чтобы самим стать духовными участниками Этого события, Позволив нашим сердцам стать колыбелью Для родившегося Христа. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!